Всем привет! В эфире программа «Все лучшее детям» и я ее ведущая Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые, даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблемы вопросов, как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Представьте, что в городе появилось место, куда родитель может прийти, оставить ребенка поиграть, а в это время за чашкой чая обсудить насущные заботы с единомышленниками. Такое место уже есть. Как лечить ОРВИ, быстро восстановиться после родов или ухаживать за зубами маленького непоседы. С начала учебного года в Сарове работает родительский клуб. Каждую субботу для мам и пап выступают эксперты в разных областях, отвечают на вопросы и делятся секретами. Жизнь с маленьким ребенком полна сюрпризов и забот. Младенцы требуют повышенного внимания. Мама пытается успеть приготовить еду, убрать квартиру, погладить пеленки, разложить развивашки, встретить мужа с улыбкой. В этой кутерьме собственные интересы отходят на второй план, а время для сна и вовсе редкий артефакт. О том, как облегчить свой быт и оставаться в ресурсе, поговорили участники очередной встречи в рамках родительского клуба. Родительский клуб – это место, где родители могут встречаться, обмениваться друг с другом опытом, давать друг другу советы. И часто на встречу мы приглашаем экспертов, которые могут ответить на самые сложные вопросы родительства. Например, у нас на встречу приходят психологи, приглашаем педиатров, гинекологов, логопедов и самые-самые актуальные темы разбираем. Опытные мамы поделились с новоиспеченными родителями своими секретами. С маленьким ребенком реально выходить в свет. Походы в кафе, по магазинам или даже на балет могут пройти спокойно и весело, если знать, как развлечь малыша и что взять с собой. Чтобы не убить спину во время ношения ребенка на руках, можно использовать слинг. Я впервые. Действительно интересно. Что-то новое, что-то старое. Ну, можно было задать вопрос и обсудить это. Приобрела слинг, потому что хочется как-то разгрузить мужа, потому что он как бы старается, помогает по дому. Идея места, куда родители могли бы прийти, пообщаться и получить полезную информацию от экспертов, пришла Варваре Тодиной, когда она сама впервые приехала в Саров с 10-месячной дочкой. Тогда мамы встречались в молодежном центре и просто обменивались опытом. У меня есть теперь такое свое пространство, куда я хотела бы приглашать родителей и продолжать делиться с ними своим опытом и помогать им взаимодействовать друг с другом, находить новых друзей и знакомых. 9 декабря подолог Татьяна Катцина и психолог Анна Володькина обсудят с родителями ситуацию, когда ребенок часто грызет ногти. Рассмотрят ее с двух сторон. С медицинской – практические рекомендации, как избежать осложнений, и с психологической – как отучить или заменить другой, менее вредной привычкой. 16 декабря слинга встречу проведет Варвара Додина. Мамы деток от рождения до 2-3 лет смогут увидеть и пощупать разные виды слингов, потренируются в их использовании. А 23 декабря в 10.00 Варвара Додина в качестве консультанта по грудному вскармливанию расскажет, что можно есть маме в Новый год, а что нельзя, какие ограничения накладывает ГВ. Записаться на бесплатную встречу можно в группе семейного центра ВКонтакте. Там же можно подписаться на рассылку с анонсами предстоящих мероприятий клуба. Завершились традиционные городские спортивные соревнования «Малышада». Они проходили среди воспитанников детских садов в спорткомплексе «Юниор». В финале свои силы продемонстрировали пять команд. Ребята участвовали в эстафетах и сдавали нормы ГТО. На веселых стартах для самых маленьких побывала наша съемочная группа. На зарядку становись. Свое утро воспитанники из детских садов начали с легкой веселой разминки. Ведь впереди у ребят ответственные старты – городские спортивные соревнования «Малышада». Мероприятие прошло в два этапа. Полуфинал провели на базе детских садов. Из 15 команд пять лучших вышли в финал, который состоялся в спорткомплексе «Юниор». Состязания состояли из двух частей. Сначала команды участвовали в веселых эстафетах, где нужно было проявить ловкость, быстроту, сноровку, меткость и слаженную работу команды. Маленьких спортсменов поддерживали согруппники, воспитатели, инструкторы по физической культуре и родители. Вторая часть «Малышады» – сдача нормативов ГТО. В этом году внесены изменения в саму структуру программы фестиваля. Мы внесли несколько нормативов ГТО, потому что сейчас это очень важно, это необходимо, это является очень актуальным. Поэтому дети, уже приезжая в город Первомайск, представляя нас на областных соревнованиях, они уже знают, какие будут проходить нормативы, какие нужно сдавать нормативы уже на области. Участники прыгали в длину, делали наклоны и поднятие туловища из положения лежа на спине. Пока подводили итоги «Малышады», в эстафетах попробовали свои силы запасные игроки. Также зрителям воспитанники детского сада подготовили творческий номер. Первое место в соревнованиях занял детский сад номер 9. Надо было разложить кубики в облач, а потом их собрать. Если кубик вылетает, это штрафной бал. Ну, может быть, у нас все получилось, но все равно хорошо. На соревнованиях нам было очень здорово. Почему вам удалось сегодня победить в вашей команде? Как считаете? Потому что Маша 30 с чем-то сделала на прессе. Потому что наша команда делала все быстро. Команда 9 детского сада теперь будет представлять царов на областных соревнованиях в Первомайске весной. Осталось меньше месяца до самого сказочного праздника в году. Выпал первый снег, магазины предусмотрительно заполнились праздничным декором. А главный волшебник уже отпраздновал свой день рождения. 18 ноября принято отмечать именины Деда Мороза. По такому поводу он вместе со своей помощницей Снегурочкой посетил школу номер 14. На праздники побывала и наша съемочная группа. День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Дату праздника выбрали не случайно. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода. В Сарове новогоднее настроение ворвалось с стены 2-го В-класса школы номер 14. Во время классного часа Снегурочка пришла в гости к ребятам, чтобы вместе поздравить Деда Мороза с днем рождения. В рамках интерактивной программы дети делились знаниями о знаменитом волшебнике, делали со Снегурочкой зарядку и чинили телефон, чтобы позвать Дедушку Мороза. Сказочные персонажи подготовили насыщенную программу с флешмобами, загадками и песнями. На месте не сидел никто. Праздник очень понравился. Тем более, как Дед Мороз, мы чинили телефон, чтобы позвонить ему. Мне очень понравился сегодняшний праздник, когда Дед Мороз к нам пришел. А Новый год я хочу отпраздновать вместе с семьей, и мы решили, что на Новый год мы поедем в Москву. Мне понравилось танцевать, и мне все понравилось. Без Деда Мороза Нового года не будет. Обычно на день рождения к Деду Морозу в Великий Устюг съезжаются дети со всей страны, чтобы принять участие в праздничном хороводе с зимними персонажами. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравления для Деда Мороза. Юные саровчане тоже не остались в стороне. Ребята пекли праздничный торт и обменивались пожеланиями. Целый год смотрю за детишками. Правильно себя ведут, не болеют, слушаются ли взрослые. В школу я пришел посмотреть, как они учатся. А готовлюсь я к Великому празднику, к Новому году. Заготавливаю подарки, покупаю вкусности, сладости. Ну и, конечно же, жду встречи с детишками, с моими любимыми. В конце праздника второклашкам предложили написать письмо Дедушке Морозу. Дети традиционно попросили у волшебника подарки, пожелали здоровья и сил. На прощание Дед Мороз угостил ребят конфетами. Праздник уже пришел в 14-ю школу. И мы с Дедушкой Морозом поздравляли сегодня ребятишек с этим волшебным, замечательным, невероятным праздником. Ну что ж, времени остается совсем-совсем мало. Для того, чтобы поздравить ваших детей, взрослых учителей, мы можем прийти и в школу, и в садик, и куда угодно. Куда скажете, когда скажете. Поэтому бронируйте нас уже сейчас. Номер телефона на ваших экранах. С наступающим! С наступающим! Запах мандаринов, новогодние мультики и фильмы, поиск подарков для родных и близких. Новогодняя атмосфера для родителей дополняется еще и заботами о том, куда поставить елку, чтобы маленький хулиган не разбил игрушки и не сбросил ее на себя. Во что одеть ребенка на утренник, какую поделку смастерить с малышом в сад или школу. Педагоги семейного центра «Клевер» решили немного облегчить задачу, подготовив мастер-классы новогодних игрушек. Новогодние поделки из пушистой синельной проволоки под силу освоить даже самым маленьким деткам. Для нарядной елочки нам понадобятся картон, клей, ножницы, несколько видов синельной проволоки, наклейки с новогодней тематикой, лента для упаковки подарков. Из зеленого картона формируем конус, промазываем края клеем и плотно соединяем. У проволоки формируем кончик, слегка срезаем верхушку у конуса, просовываем в дырку проволоку, создавая петельку для нашей игрушки. Такую заготовку можно сделать заранее самостоятельно или вместе с ребенком. Приступаем к украшению нашей новогодней красавицы. В одну ручку мы берем проволочку, в одну ручку выразили, из второй ручки нам нужен с вами палец. Вот это, два, вот так, два, вот так, ага. Берем проволоку, вот так прижимаем, вот так пальчиком зажали и накручиваем вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Такими ловкими движениями формируем бублик. Берем елочку, находим у нашей свернутой проволоки хвостик, его зацепляем и прижимаем у основания конуса. Обматываем проволоку вокруг елки, снова зацепив в конце хвостик, только уже к краю нашей заготовки. Берем вторую проволоку и делаем то же самое. Так можно брать любые цвета проволоки с разной текстурой. Как и в украшении настоящей елки, все ограничивается лишь нашей фантазией. Можно предложить ребенку прилепить новогодние наклейки на игрушку. Или добавить бантик из упаковочной ленты. Самодельная елочка научит детей мастерить своими руками, самостоятельно выполнить простейшую поделку. Можно повесить украшение на ветку дерева или любой предмет в комнате, что создаст праздничное настроение Нового года и Рождества. Весь декабрь у юных саровчанных родителей будет возможность посещать бесплатные мастер-классы «Новогодняя игрушка в клевере». 2, 9, 16 и 23 декабря в 10 и в 11 часов детки вместе с преподавателями семейного центра сделают оригинальные украшения. В конце декабря поделки ребят украсят фестивальную елку в Доме молодежи. Можно будет прийти туда на каникулах, полюбоваться и проголосовать за нее. Записаться на мастер-классы и узнать подробную информацию можно в группе семейного центра «Клевер» ВКонтакте. Или по телефону 3-19-77. Ну и это еще не все сюрпризы. Какие праздничные события ждут гостей Клевера, узнали у руководителя Варвары Додиной. Мы планируем провести несколько малышников для деток от года и до 7 лет. Это будут разные мероприятия, соответственно, для разных возрастных групп. Чем наши малышники отличаются от других малышников в городе? У нас нет стробоскопов, мигающих лампочек, очень громкой шумной музыки и на наших мероприятиях не больше 10 детей. И благодаря этому детки не перевозбуждаются и у родителей не будет вечером проблем с тем, чтобы уложить ребенка спать. Наши малышники проходят в формате интерактивных программ. То есть у нас есть ведущие, которые предлагают детям выполнять разные задания. Детки в них активно участвуют. Есть, естественно, элемент сказки. И в конце мероприятия приходит Снегурочка, которая дарит всем деткам подарки. Для совсем малышей Деда Мороза мы не приглашаем, потому что они его обычно пугаются. И чтобы детки не пугались, его нет. Но зато есть другие сказочные персонажи. Еще мы всех деток, конечно же, ждем на каникулы. Нас ждут специальные каникулярные мероприятия для того, чтобы не было скучно сидеть дома. И можно будет привезти ребенка как разово на мастер-класс, так и оставить на 4-5 часов и заняться своими взрослыми делами, которые откладывались до отпуска. Мастер-классы по росписи пряников, кукольные спектакли. Ну и, конечно же, малышники для тех, кто не успеет на них в декабре. Посмотреть анонсы всех событий Клевера и записаться на них можно в группе ВКонтакте «Саров дети» или по телефону 3-19-77. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли добрыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч и пусть родительство будет в радость!